добрый день меня зовут алексей ионов вы на канале ионов и партнеры сегодня мы посмотрим на экстремальную конфигурацию скелт agile framework иногда я получаю такие запросы от клиентов когда нужно выстроить работу большого количества людей в очень нестабильной среде и вот что предлагает скелт agile framework на эту тему я впервые презентовал эту конфигурацию на конференции по цифровизации финансовый сектора 2 марта 23 года давайте посмотрим как эта конфигурация выглядит и как она работает на прежде чем мы посмотрим на саму конфигурацию нам нужно договориться об исходных условиях где находится организация как работают команды предположим что вы уже запустили скелт agile framework разработку у вас производится команды команд то есть то что в сейф называется поезд у вас команды выстроены в поток разработки то есть они регулярно доставляют ценность на радость ваших клиентов и команды и весь поток разработки работает в ритме да то есть это происходит регулярно причем с четко выстроенным ритмом каденции как и еще называют и и команды и команда команд работает в цикле деминга шухарта который называется 50 как это происходит у вас ритм работы каждой команды составляет две недели редко когда используется неделя как правило это две недели то что называется итерация или спринт и команда команд работает в цикле который продолжительность которого составляет пять итераций но соответственно если это двухнедельная итерация это 10 недель в реальной практике это может быть на самом деле как 8 так и 12 недель то есть нельзя говорить о том что это всегда строго квартал здесь мы привязаны к продолжительности недели поэтому это может быть два месяца это может быть два с половиной месяца и это может быть три месяца то есть вот у нас работают команды своими циклами педисей да и у нас команда команд то есть есть интервал планирования всей команды команд здесь тот же самый цикл работает и когда заканчивается у нас вот этот вот интервал временной который как правило занимает порядка десяти недель мы подводим итог мы смотрим что мы доставили, какую ценность получили и все вместе на 50, на 100 человек планируем, как мы делаем следующий шаг максимально эффективно. Теперь, что произошло? У нас это все работает. Что произошло? Предположим, у нас резко ухудшилась ситуация в отрасли. Предположим, у нас какие-то проблемы со спросом, поставками, либо возможностями производства нашего продукта, с партнерами связано, с какими-то поставщиками, с технологиями. Например, у нас часто начала меняться почему-то рыночная ситуация в отрасли. Например, что-то происходит, какие-то серьезные изменения, и нам на них нужно постоянно и быстро реагировать. Регуляторные изменения происходят. Мы кого-то купили или нас кто-то купил. Соответственно, в течение вот этих слияний и поглощений нужно достаточно быстро реагировать на те вводные, которые приходят. Может быть, какие-то еще другие причины. В итоге, что говорит менеджмент? Нам нужна на вот это время, кризисное время, в которое мы попали, нам нужна более высокая стратегическая гибкость. Мы хотим, чтобы не 2-3 месяца, а чтобы примерно у нас был вот этот вот интервал, на который мы планируем на 50, на 100 человек, чтобы этот интервал примерно был около месяца. Вот это вот хороший горизонт, который позволяет нам... Ну или предложите. Мы считаем, что месяц. Предложите, какие вы же эксперты, вы знаете, как это делать. Предложите, какие варианты можно здесь организовать, чтобы более высокая стратегическая гибкость позволяла нам вот эти вот какую-то из этих ситуаций отработать с максимальной ценностью или с минимальными потерями для бизнеса. Какие два варианта всегда возникают сразу? У нас команда работает в ритме каденции 1-2 недели. Ну, как правило, это все-таки 2 недели. А давайте все вот эти 50 или 100 человек будут вместе собираться каждую 1-2 недели и договариваться, что мы будем делать в следующую неделю или 2. Какие с этим проблемы? Ну, во-первых, время относительно времени, которое вы тратите на работу, время, которое вы тратите на вот это общение, оно будет огромное. И получается, что у вас очень сильно снизится эффективность того, что вы делаете. На менеджмент это огромная нагрузка, потому что нам нужно постоянно общаться. Как правило, все-таки, когда мы говорим, например, о владельцах бизнеса, у них есть еще работа, связанная с бизнесом. Да, или у людей, которые занимаются продуктом, вообще-то еще есть работа, связанная с этим продуктом. А тут, получается, на это времени, в общем-то, не остается. Одна-две недели – это очень короткий горизонт для стратегического управления. То есть не получится все необходимые вводные получать от внутреннего заказчика, от клиента, от бизнеса. Постоянные переключения. Если мы все переделываем каждую неделю-две, участники у нас постоянно переключаются, людей это демотивирует, люди от этого банально просто устают, теряется эффект синергии, в итоге, опять же, падает производительность. Мы не успеваем собрать и обработать всю обратную связь. Поэтому, скорее всего, это будет какое-то небольшое количество, и есть большой риск, что это будут, скорее, декларативные метрики, если мы смотрим их каждую одну или две недели. Метрики связаны с тем, как идет разработка. Ну и в итоге, как ни странно, у нас снизится управляемость, потому что мы, по сути, будем терять вот эту картину того, что происходит. Есть вторая сторона, которая говорит, нет, давайте мы вообще совместное планирование, нам это ничего не нужно, давайте мы жестко, по старинке, мы сказали, вы побежали. То есть, по сути, мы возвращаемся к водопаду. То, от чего мы уходили, запуская гибкие подходы, запуская линэджел. В чем здесь проблемы будут? Ну, во-первых, поскольку мы возвращаемся к централизации планирования, очень трудно будет установить реалистичное ожидание, что же будет сделано. Даже за месяц. Во-вторых, у нас очень трудно будет оптимизировать, ну, потому что, поскольку нет коммуникации, мы не знаем, что думают разработчики в командах, и мы не понимаем, как можно оптимизировать с учетом этих знаний и возможностей людей, которые реально у нас будут это делать. Здесь у нас эта возможность пропадает. Снижается предсказуемость, ну, потому что мы, на самом деле, обладаем меньше информацией в одиночку, чем вместе. Поэтому труднее предсказывать, что реально мы сможем, а что не сможем сделать. Повысится уровень формализации, а это, опять же, меньшее количество информации будет доставляться тем, кто это будет делать, и обратно. В итоге у нас произойдет возврат к водопадной разработке, снизится мотивация и, наверное, увеличится количество конфликта. То есть это, в общем-то, оба варианта. Я понимаю, что некоторые компании по одному и по другому варианту могут пойти, но по факту и тот, и другой вариант плохой. Что можно предложить хорошее? Здесь можно предложить две экстремальных конфигурации. Первая экстремальная конфигурация, назовем ее условно, экстремальная конфигурация А, когда мы выстраиваем работу, очень похожую по той схеме на 10 недель. Но итерации или спринты мы делаем продолжительностью 1 неделя. У нас разработческие итерации недельные 3 или 4. Итого получается либо 3 недели, либо месяц 4 недели. И потом пятая такая же недельная итерация, которая у нас будет итераться инновацией планирования. То есть мы можем сделать 4 недели, либо 5 недель. Команды все переходят на интеракцию продолжительностью 1 неделя. Общая каденция вот этого экстремального поезда как раз будет 4 или 5 недель. Это ровно то, что менеджмент хочет в данной ситуации. Все мероприятия, артефакты сейф мы сохраняем. С чем здесь может быть проблема? Проблема может быть с тем, что существующий релизный цикл и существующий конвейер доставки, я просто сам сталкиваюсь, общаясь с разными компаниями, он зачастую не позволяет работать недельными итерациями. То есть мне много где говорят, когда предлагают, а давайте попробуем, вам нужно быстро, давайте недельные итерации. Не можем. То есть команда не доставит, к сожалению, в условиях нашей компании, команда не доставит за неделю то-то ценное, что можно даже на уровне команды принять, посмотреть, какие-то сделать выводы и улучшить бэклог будущих итераций, двигаться вперед в продуктовой разработке. Вот не можем, у нас технологические проблемы. То есть если вы можете, да, если у вас проблемы нет, отлично, вот вам такая конфигурация. А если вы не можете, то есть если у вас строго две недели, и вот только так, только двухнедельными итерациями могут работать ваши команды. Тогда можно предложить экстремальную конфигурацию B. Экстремальная конфигурация B мы оставляем двухнедельной итерацией. Но планируем мы на две итерации. То есть по сути это вот тот же самый, те же самые четыре недели, примерно тот же самый месяц. И дальше мы делаем на одну неделю итерацию инновации планирования. Есть некоторый минус в том, что у нас две итерации двухнедельной, и потом у нас недельная итерация, потому что сбивается ритм. Но есть и большой плюс. Дело в том, что при такой схеме, при таком ритме вы можете оставить в организации, если требуются, классические поезда с каденцией 10-недельной. То есть там, где у вас идет стандартно четыре итерации разработческих и пятая итерация инновации планирования. И вместе с ними использовать поезда с пятинедельной итерацией, то есть она ровно в два раза короче. Что это позволит? Это позволит каждое второе PI-планирование синхронизировать эти поезда между собой. То есть делать препланирование, делать синхронизацию внутри планирования. И это позволит вам там, где нужно, использовать экстремальную конфигурацию, а для всех остальных направлений бизнеса использовать конфигурацию классическую. При этом все у вас будет работать в одной каденции, что может быть очень удобно. На что нужно обратить внимание? Неважно, вы будете использовать конфигурацию А с недельными итерациями, либо вы будете использовать конфигурацию Б с двухнедельными итерациями. На что нужно обратить внимание? Ну, во-первых, вы синхронизацию поезда, скорее всего, будете делать одну, один раз в неделю, и это будет ArtSync. Это вариант, который, один из вариантов, который рекомендуется сейв. Напомню, вы можете отдельно делать мероприятие синхронизации для расширенной продуктовой команды и коучей и скрам-мастеров, либо вы все вместе их собираете в одно мероприятие. Поскольку у нас достаточно все коротко, стоит делать одно мероприятие, которое просто будет называться синхронизация поезда. Первый момент. Второй момент. У нас короткая в любом случае в конфигурации А и в конфигурации Б у нас получается короткая итерация инноваций планирования. Всего одна неделя. Поэтому у нас мало достаточно времени остается на обучение, на улучшение инфраструктуры, рефакторинг и так далее. Поэтому это все нужно в явном виде закладывать в соответствующие бэклоги, в соответствующие итерации. Потому что у нас вот эта неделя, это в основном, там тоже могут быть какие-то инновационные мероприятия, но большая часть этой недели будет потрачена на подведение итогов, то есть на Инспект Адапт и на, собственно, ПИ-планирование, плюс синхронизация между поездами каждой второй ПИ-планирование. Кто еще здесь важен? То есть без чего это не заработает? Обязательно у нас все, я напоминаю, да у нас все достаточно быстро, напряженно, экстремально, короткая каденция. Поэтому крайне важна визуализация. То есть крупные элементы требований, они в сейф называются фичи, да или элементы функционала, обязательно должны отслеживаться, визуализироваться, ограничиваться с точки зрения их количества в канбан-системе. То есть у нас канбан не только на уровне команд, но и обязательно на уровне поезда. Вообще это стандартная конфигурация сейфа. Сейф говорит, что без этого нельзя работать. Но я просто знаю, что некоторые компании, тем не менее, работают без канбана-фичи. Вот как только мы переходим на экстремальную конфигурацию, у нас начнется хаос без визуализации, без продвижения этих фич по столбцам канбан-системы. Дальше. Над новыми фичами расширенная команда продуктовая в обязательном порядке должна планомерно еженедельно работать. То есть не как это иногда происходит в конце ПИА. Мы вспоминаем, что у нас оказывается через неделю или через две новые API-планирования, и мы все бросаемся разрабатывать фичи. Нет. Каждую неделю у нас проходит улучшение бэклога фич, подготовка к будущему API-планированию, сессии в SGEF. То есть у нас закончилось предыдущее API-планирование, и мы сразу начинаем готовить фичи к следующему. Это также является стандартной конфигурацией сейф, но я знаю, что некоторые от нее отступают. Следующее. Каждая итерация планируется и уточняется. Ну вообще, если кто-то планирует все итерации на API-планирование и дальше не позволяет их менять, это уже не сейф и это не agile. Это ближе к приказной такой водопадной системе. Да, мы находимся в agile, поэтому да, мы на API-планировании примерно распределяем истории по итерациям, но это не значит, что мы ровно так и будем делать. То есть основной выход из API-планирования – это objectives, это цели, это согласованные результаты, которые доставит каждая команда, причем достаточно в общих формулировках. А дальше каждая итерация, будь то двухнедельная итерация, недельная итерация, обязательно планируется. И если мы говорим об экстремальной конфигурации, то у нас аллокация емкости становится еще более значимой. При этом я добавляю в аллокацию емкости, в технику аллокации емкости, еще и аллокацию неполной загрузки. Почему? Потому что в кризисной ситуации много вещей случаются по месту. Поэтому кроме использования аллокации емкости, как это требует сейв, аллокация между бизнес-функционалом и техническим-технологическим функционалом, который называется энеблеры, у нас также нужно аллокировать недогруз наших команд, потому что мы понимаем, что все равно на планировании каждой итерации появляется дополнительная работа, и эта дополнительная работа, она должна помещаться в итерацию. У меня есть клиенты, которые эту аллокацию делают по уменьшающейся. То есть первая итерация, которая сразу следует ZPI-планированием, здесь у нас загрузка близкая, например, к 100%, дальше мы недогружаем 10%, дальше мы недогружаем 20%, ну или какие-то другие цифры, там 15 и 30, например. То есть чем дальше мы от сегодняшнего дня, тем больше мы оставляем недозагруженную емкость команд, потому что мы понимаем, что каждая итерация все равно отдельно планируется, и, естественно, там точно абсолютно будет загрузка команды соответствовать емкости этой команды. Я здесь также могу утверждать, что есть вероятность, что вам экстремальная конфигурация, которую мы только что с вами обсудили, не нужна. На самом деле в сейф заложены определенные техники и возможности изменения направления разработки, даже если мы работаем с 10-недельной стандартной нашей каденцией. Но, может быть, вы делаете что-то, что не позволяет закладывать или не позволяет использовать ту гибкость, которая изначально была заложена во фреймворк. Какие проблемы я часто вижу у заказчиков? Первое – это то, что нельзя, ну мы об этом уже сказали пару слов, нельзя жестко фиксировать истории в привязке к итерациям на API-планирование. Истории – это то, что нужно командам, загрузка историями итераций – это то, что нужно командам для того, чтобы написать цели. Но дальше, какие итерации реально эти истории будут разрабатываться, это вопрос к команде, к владельцу продукта и к договоренностям между командами, которые, кстати говоря, могут и меняться. Дальше. Нельзя устанавливать жесткий срок окончания разработки фич. У нас есть срок окончания работы вот в этом интервале. Это продолжительность этого интервала. Ну, если быть совсем точным, это дата, когда мы проводим инспект-адапт. Вот до этого момента все фичи, которые взяты в работу, должны быть сделаны. А вот в какую дату, в какое число внутри всего нашего интервала это будет сделано, это мы должны оставить на усмотрение продуктовой команды и команд разработки. Потому что нам нужно сохранить гибкость, чтобы это можно было менять. Это выгодно для бизнеса. Ну, а технику, то, что мы не загружаем на 100% итерации, я уже сказал, это очень важно. Если у вас что-то меняется, и вы приходите к ситуации, что нужно все перепланировать, потому что не помещается, может быть, вам изначально на перепланирование поставить аллокацию на недогруз ваших итераций. Сказать, что мы не загружаем, строго запрещаем 25% емкости, например, начиная со второй итерации, загружать. И тогда все, что прилетает, все изменения, которые приходят, у вас совершенно спокойно войдут в вашу разработку. И не будет конфликта, из-за которого вам может потребоваться сокращение вашей каденции. Дальше. Вообще-то, PI-перепланирование – это экстренно нормальная практика, и она таковой и должна быть в вашей организации. В скраме владелец продукта имеет право отменить спринт. То же самое абсолютно и с теми планами, которые были на интервал планирования. Команда продуктового менеджмента с владельцами бизнеса, с продукт-онерами, с владельцами продукта команд точно так же могу сказать, окей, у нас все сильно поменялось, цели более неактуальны, бэклог-фич неактуален, поэтому мы, не дожидаясь окончания PI, делаем перепланирование. Это нормальная практика, и это то, что нужно для того, чтобы у нас была гибкость, не нужно такие вещи исключать, возможность возводить это на уровень какой-то катастрофы. Нет, это не катастрофа, это нормальная бизнес-ситуация. Да, конечно, хотелось бы, чтобы она нечасто происходила, но если нужно, она должна произойти. И еще один момент, почему, может быть, не нужна экстремальная конфигурация, что поправить, это, конечно же, прозрачность в подготовке фич. В любом случае, канбан, фич должен быть. И команды видят, и владельцы бизнеса видят, как готовятся фичи, и эта подготовка начинается на следующий день после окончания перепланирования. Тогда вы приходите к следующему перепланированию с несколько раз обновленным баклогом ваших фич, и вы учитываете те изменения, которые нужны. То есть это просто та работа, которую нужно делать. Причем, обращая внимание, что в визуализации фич обязательно делается в двух перспективах. С одной стороны, это канбан, доска этих фич, то есть это где мы находимся сейчас. А с другой стороны, это дорожная карта, ну хотя бы дорожная карта на уровне поезда, то, что называется PI Roadmap. То есть на 2-3, может быть, интервала примерно какие фичи или идеи фич вы собираетесь видеть. Если у вас есть более долгосрочные дорожные карты, хорошо, это вообще замечательно. Но хотя бы на 2-3 интервала, если у вас есть дорожная карта, это очень сильно облегчает движение вперед и позволяет быть более гибкими. Поэтому, может быть, какие-то из этих рекомендаций вы просто внедрите у себя, и вам и не потребуется экстремальная конфигурация. Хотя теперь она у вас уже есть. Это была короткая презентация экстремальной конфигурации Safe, Safe Extreme. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал в YouTube. У нас есть канал на Адзене, где мы выкладываем эти же самые видео. Если вы хотите получать новости из первых рук о наших наработках, о том, что происходит с Skeltergei Framework, подписывайтесь на наш канал в Телеграме. С вами был Алексей Ионов. Удачи! Увидимся в следующем видео. Счастливо! Продолжение следует...